Я уже четыре года не летал никуда. Мы встретились. А я пока еще новичок. Мама готовит сейчас вьетнамский самовар. Я был вчера очень сильно болен. Вот я и приехал на ЖД вокзал вьетнамский. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И меня зовут Сергей. Сегодня в моем видео, это будет очень долгое видео, и я вот сейчас его монтирую, я покажу вам мой отпуск. Итак, я ездил с моей мамой на одну неделю. Это был отпуск во Вьетнаме, но не в том городе, где я живу, а в другом. В этом отпуске я покажу вам то, как я учился кататься на кайте, получилось у меня это или не получилось, а также, что я пробовал, какие блюда, куда мы ходили с моей мамой, что мы делали вместе, мои мысли, мои переживания. Все это сегодня вы увидите. И, конечно, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если вы еще это не сделали. Ну все, вы готовы? Поехали! Ну вот, сейчас 5.15, я выезжаю в мое долгожданное путешествие. Так необычно, уже 4 года никуда не ездил. И у меня такое, такие смешанные чувства, вдохновление, и в то же время чуть-чуть страх какой-то непонятный, откуда взялся, не знаю. Да, но надо пойти сказать пока моим собачкам. Афин! Все, будьте хорошими мальчиками, забудьте о маме, хорошо, чтобы все было нормально, понятно? Не хулиганьте. Ки, и сюда, не хулигань, будь хорошим мальчиком, понял? А где Тома? Тома! Тома спит, как всегда. Но вы Тому уже знаете, он старенький. Моя жена скажет ему спокойной ночи. Нет, скажет ему пока за меня. Зарядка для камеры, карта памяти, зарядка для микрофона, красный кабель, гимбл. Вот, все. Все вещи собрал. Можно в путь петушок пропел, сказал, что мне пора. Окей, зачем? Гид-бай. Гид-бай, Миша. У нас дома нет адреса, поэтому люди никогда не могут его найти. И всегда машина паркуется где-то далеко. Хотя я отправляю им точное местоположение, но никто никогда не смотрит на карту. Ну, это нормальная ситуация. Пока, родная улица. Пока, дом. Пока, любимая жена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так странно, что во Вьетнаме обычно я всегда езжу мотоциклом. И сейчас еду в такой большой комфортабельной машине. Тоже очень необычное чувство. Потому что, когда в России живешь, постоянно ездишь на машине. Но здесь это прям роскошь. Только очень богатые люди имеют машины. Либо таксисты, которые продают участки земли огромные и покупают себе машины и потом работают таксистами. Вот. Вообще, как я уже сказал, может быть, можем еще не сказал, я думаю, уже все знают. Я уже 4 года не летал никуда. Только был здесь, в Хояне. Поэтому сегодня у меня просто такой зашкаливают эмоции. Вот. Потому что аэропорт это... Ну, я думаю, что первый раз я полетел куда-то. Мне было, может быть, 6 или 7 лет. Был очень маленький. Поэтому сейчас, наверное, самое длительное время в моей жизни после того момента. То есть до того момента, когда я первый раз полетел. то есть сейчас было 4 года. Я очень люблю аэропорты. Это такая классная вообще часть моей жизни. Я очень много всегда путешествовал. И очень рад, что наконец-то я вернулся в родное русло. Я как рыба в воде. Каждое утро я очень всегда много хожу пешком или занимаюсь спортом. И так как сегодня я не смог, то я наматываю круги по аэропорту. Вот. Уже прошел я не знаю сколько. Пять кругов, я думаю. Ну, 100 калорий сжег. Там у меня уже очередь. Написано last call. Окей, ну ладно. Раз уж зовут, так уж пойду. Терпеть не могу, когда люди говорят все, пора идти, все опаздывают. Потом мы все дружно и вместе стоим и ждем. Вот там наш самолет, а это очередь. Все все стоят. Капитан этого корабля, этого самолета он Сергей. Его зовут Сергей. Вот. Видимо судя по всему, что очень много русских пилотов работает во Вьетнаме. Ну и Вьетнам Аirlines. Это всегда была авиакомпания, которая очень имела тесные связи с аэрофлотом, с нашим самой известной авиалинией. Я думаю, первой, да, советской. Так что капитан Сергей везет пассажира Сергея. Вьетнаме. 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 Сейчас стоим на выдаче багажа и жду мой чемодан. Мой чемодан очень легко увидеть, потому что он желтенький. Вот. Ну там другие чемоданчики едут. Вот. Но мой еще не приехал пока. Пока ждем. У меня всегда небольшой страх есть, когда я отправляю чемодан, что кто-нибудь его откроет, что-нибудь оттуда заберет. Да, но я надеюсь, что все будет в порядке, что его не потеряют. Все, я получил мой чемоданчик. Теперь нужно идти, выходить отсюда из этого аэропорта и встречать мою маму. Но она приедет только через полтора часа, даже почти два часа. Так что у меня есть еще почти два часа, чтобы позавтракать, чуть-чуть поработать, и погулять немножко. Нужно еще пройтись, потому что я всегда очень много хожу пешком. Я люблю ходить пешком. Будучи веганом, я всегда, когда путешествую, готовлю какую-то еду с собой. Это такое, знаете, как уже просто неписанное правило. Куда бы я не поехал, я всегда что-нибудь готовлю. Сегодня на завтрак я приготовил дома. Это называется overnight oats, или по-русски ленивая овсянка, я называю это так, потому что ленивая, что ее не нужно готовить, просто нужно перемешать ее вечером с молоком, я использую соевое молоко, конечно, тут у меня бананчики, драконий фрукт, вот, там еще немножко протеиновое, ну да, веганский протеин, вот, все это перемешал и потом с радостью поел. Очень вкусно! Вот, сейчас жду маму, она должна приехать, ее самолет уже сел и она должна скоро выйти вот там через те ворота, поэтому будем ее встречать. Я не видел мою маму уже получается, ну да, почти полтора года. Давно. В прошлый раз, если вы смотрели видео, она приезжала ко мне в гости сюда, во Вьетнам. вот, а сейчас сейчас она снова приехала ко мне в гости, потому что я не могу поехать в Россию, как вы знаете. Как бы я могу, но не хочу рисковать. Такие дела. такая большая штука. Такая большая штука. Привет, мам. Все, поехали. А что, у нас водитель тоже встретился? да, да, вот он, вот он. Сейчас объедем. Я перепутал нашего водителя с другим чуваком. я вас спрашиваю, тебя как зовут? встретились. У-у-у. Ну, ты готова отдыхать? Конечно. Или ты хочешь больше расслабленный отдых или прям спортивный? Ты же знаешь, какой у меня отдых всегда. Спортивный. Спортивный, да. Я тоже люблю такой. Давай. После вас. Там бассейн. Просто кайф. Вообще, я первый раз в резорте не за всю жизнь, а за, наверное, последние не знаю, сколько лет. 5, 6, 7, 8 лет. Отдыхаю. Почти, как приехал во Вьетнам. Только раз был, к бабушке ездил. А так, всегда в таких мини-гостиницах, хомстейах и тому подобное. Поэтому очень необычное чувство. Немножко ностальгичное, потому что в детстве я часто ездил в такие отели. и так, и так, и так, и так, Первый день моего отпуска с моей мамой. Сегодня мы... что сделали? Мы приехали из аэропорта в гостиницу, мы заселились в гостинице. После этого, конечно, я поспал 30 минут, принял душ и мы съездили покушать. Мы взяли в аренду байк. После того, как мы покушали, мы поменяли деньги с долларов на донги. У мамы были эти деньги. И после этого мы... что мы сделали? Мы купили авокадо, купили немножко папайи, вернулись домой, сходили, поплавали в бассейне. Вот, и сейчас пошли на маленькую прогулку. У меня на самом деле через 50 минут будет урок. Вот, но я решил пока всё равно выйти, и немножко пройтись здесь, и показать, какой красивый отель вам, как здесь классно, и пройтись немножко вдоль моря. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Начинается второй день моего отдыха. Сейчас я, как обычно, вышел на мою утреннюю прогулку. Сейчас 40 минут шестого, и я думал, вот, прогуляюсь один, пока все спят. Но я забыл, я живу во Вьетнаме. Вы видите, я гуляюсь вдоль моря. Сейчас здесь рассвет, и куча народу все ходят, занимаются спортом, активничают. Почему же вьетнамцы так рано встают? Ну, есть несколько причин. Во-первых, они не любят солнце, потому что они хотят, чтобы у них кожа была белая. Поэтому они идут плавать, идут делать все упражнения до того, как солнце взойдёт. Это во-первых. Во-вторых, они не любят солнце, потому что жарко. Но сейчас другой вариант, потому что сейчас такая зима, здесь не очень жарко, здесь хорошо. Вот. Но третий вариант просто потому что такой их образ жизни. Они встают рано, потому что, чтобы успеть больше всего сделать. Но зато они всегда отдыхают после обеда час или два. Ничего не делают, спят, просто у них такая сиеста. Вот такие дела. Так, сегодня второй день. И сегодня первый день, когда я попробую кататься на кайте. Немножко переживаю, но в то же время чувствую, что у меня всё получится. Понятно. Вот. Я никогда раньше этим не занимался, но я катался на сноуборде. И я надеюсь, что именно управление доской мне поможет. Как ты думаешь, мама, поможет это мне или нет? Ну, сегодня тебе это не поможет. Тебе нужно будет учиться только пока управлять кайтом. Без доски. И посмотрим, если ты будешь способный ученик, то может на третий-четвёртый урок тебе уже доску дадут. А что значит третий-четвёртый? Значит, что завтра-послезавтра? Да. Ну, да. После-послезавтра. После-послезавтра. То есть за всё время я, может быть, один раз покатаюсь. Ну, оставайся дольше и ты поедешь. Посмотрим. Ну, давай. Всё зависит от твоих способностей. Ну, я очень способный что-то. Ты недооцениваешь мою мощь, мама. Вот, я сегодня с утра уже, как обычно, сходил погулял по пляжу. Было очень классно. И тут ветер. Тут постоянно дует ветер. С утра не было ветра. Но вот после обеда, точнее, ближе к обеду начинает дуть. И так до вечера дует сильно ветер. И обычно я не большой фанат ветра. Но сегодня, так как мы будем кататься на кайте, то ветер это мой друг. И я надеюсь, что я с ним подружусь, да. Надеюсь, что я не буду его материть. Погнали! 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 ну привет друзья как вы видите сейчас нахожусь уже на споте на кайтерском споте ветер очень сильно дует я уже свою первую тренировку еще не закончил но она уже часть прошла вот то есть что мне делали мне показывали как вообще так сказать как обращаться с кайтом как его настраивать накачивать там много других терминов которым не буду вас сейчас учить и после этого я также немножко попытался поуправлять им что-то получилось хорошо что-то получилось не очень но это был очень интересный опыт и я обязательно еще разок это тоже сегодня поделаю вот сейчас я буду немножко снимать мою маму и покажу вам как она катается она уже профи она уже катается почти 10 лет я думаю а я пока еще новичок пока еще скорлупа но уже не чушпан что тоже хорошо ну вот друзья прошел мой первый день катания на кайтсерфинге хотя конечно сегодня я еще не катался я только учился управлять кайтом и хоть это и не было просто но в конце у меня начало немножко получаться так что я весьма доволен собой и чувствую как я реально отдыхаю потому что очень долгое время я не мог расслабиться не мог хорошо отдохнуть сегодня прям кайф и и если все будет классно и если завтра будет не слишком сильный ветер то мы туда поедем еще раз и может быть может быть я даже встану на доску надеюсь что все получится скрестим пальцы а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что здесь есть на завтрак? Здесь такой есть шведский стол Мы называем это по-русски, когда много разной еды Можно брать И здесь есть фрукты Это арбуз Это вьетнамские яблоки Виноград Это гуава И это вьетнамская репа Да, они любят есть репу Как ни странно Также здесь можно на завтрак сделать себе салатик Такой салат-бар есть Вот, кстати, здесь есть цветная капуста Что очень важно И разные соусы Не знаю, насколько я могу их есть Вообще проблема в том, что в этих завтраках Для меня не очень много еды Как у вегана Казалось бы, да? Буфет Заказывай, бери разную еду, что хочу Давайте посмотрим, что еще здесь есть Здесь есть национальные вьетнамские блюда Это такая лапша Что это, я не знаю А, это называется бань бьё Вот Да, это какие-то креветки в чем-то Это тоже такие листы, лапшички Также здесь есть у нас Типа мюсли, хлопья Разные Шоколадные и не шоколадные Вот это мама взяла тарелочку Мясо У тебя есть мясо Что еще у тебя есть, кроме мяса? Грибы, лапша Сладкая картошка Какой-то цветной рис Это клейкий рис называется Стики, стики райс Кукуруза Кукуруза И овощи Овощи, прекрасно Ну, иди наслаждайся Спасибо Да, вот здесь-то есть мясо Моё нелюбимое Всякое разное Паштет Вот Разные соусы Есть здесь Чесночный соус Чили соус Морковный соус И чесночный еще раз соус А, это нет Это не чесночный Это шалот Лук-шалот Вот Давайте посмотрим, что еще тут есть Вот есть такие здесь Чаши, контейнеры В них есть Много мяса Это нам неинтересно Что тут есть? Тут есть тоже картошка с луком И сосиски Здесь есть у нас рис жаренный Написано чили Интересно Я не знаю, веганский он или нет Надо будет спросить Так, а здесь у нас на завтрак есть лапша Написано овощная О, здесь даже тофу есть Может быть я смогу поесть Здесь овощи Тоже Тут написано это с этим соусом из устриц Но устрицы я не ем, как вы знаете Также кукуруза Вот он этот Стики райс Да, с бобами Получается Здесь у нас есть сладкая картошка Двух типов И таро тоже Это они на пару Также здесь есть вьетнамская рисовая каша Они часто любят есть рисовую кашу Вот она Здесь есть яйца Какие-то разные Соленые яйца Ботанические яйца Не знаю, что это такое Ну и, конечно, разные приправы Вот Кроме того, конечно, завтрак не может быть без сладкого Здесь у нас круассаны Разные слойки Хлебушек Багет Вот Разные здесь какие-то маленькие капкейки Вот Можно, конечно, сделать тостер Тостовый Сделать тосты Вот, да В тостере Есть вафли Панкейки американские И разные джемы Здесь есть клубничный Есть арахисовое масло Здесь есть мед Шоколад И даже есть гузбери Гузбери джем Я не помню, что это такое Не помнишь, не знаешь, что это такое Возьми, попробуй Не знаю Не помню, что это такое Вот Ну, в общем Много-много разных Сладостей Вот Кроме того Здесь на завтрак Делают Омлет Вот Можно заказать себе Вот Мама взяла себе Глазунью Это называется По-вьетнамски Да Оп-ла Потому что ты разбил Хоба И у тебя сразу Оп-ла И готово Вот Да Получается Здесь жарят яйца Есть также Вьетнамские блины Называется Бансео Они сразу Слышали Как я говорю По-вьетнамски Сразу такие О, ничего Он произносится правильно Молодец Вот это Я не знаю, что это такое Какие-то маленькие штучки Ну, у них специальная Там вот Есть для этого Печка Ну, это какие-то Не знаю Не помню Вот это Вот это Блинчики Да А это Вот это Не знаю, что это такое Не помню Как это называется Ну, это Все Я не могу есть Но вот Для вас Друзья Показываю Что не сделаешь Да И, конечно Есть вьетнамский Фа На завтрак Вот он Вьетнамцы Очень любят Есть лапшу На завтрак Так что Такие дела И, конечно Здесь есть Разные напитки И из напитков Тут есть Получается у нас Что у нас там Сок Получается Из Шиковицы Вода Соевое молоко Что Уху Но оно сладкое Я не люблю сладкое И даже есть Арбузный сок Вот Кроме того Тут есть Кофе Можно сделать По-вьетнамски Вьетнамский кофе Это когда ты берешь Вот этот Кофе Наливаешь сюда Как эспрессо Добавляешь лед И добавляешь Сгущенку Вот Это так делают Вьетнамский кофе И, конечно Можно взять себе Вот здесь Нормальный Американо Чай горячий И здесь есть Даже Вот Эспрессо Машина Ну, друзья Сегодня Сегодня у нас Не получилось К сожалению Покататься Я так ждал Чтобы попробовать Второй раз И улучшить Мои навыки Катания Но, к сожалению Сегодня был Слишком сильный ветер Поэтому я даже Не встал На кайт Даже моя мама Сегодня не каталась Мы просто приехали Туда Смотрели Как катается Несколько Сумасшедших людей В такой сильный ветер Ну, там нужно иметь Для более сильного ветра Более маленький кайт Но у нас Такого не было Поэтому Чисто теоретически Мама Могла кататься Но она не каталась Мы просто Посидели там Посмотрели Как катаются Другие Я попрактиковал Мой польский Познакомился Там с поляками С виндсерферами Это было классно Вот И сейчас Вы видите У нас Закат Надеюсь, что Завтра получится Покататься Хотя тоже Не знаю Пока этот спорт Я еще не понял Нравится мне он Или нет Конечно Вчера было прикольно Но Сегодня Как-то так Да Такие дела Ну вот нам надо Да, это сейчас Забрасывать Варить Ну, куда Все вот это В грибочки Вот Мама готовит Сейчас Вьетнамский Самовар Веганский Что у нас здесь есть? Очень удобно Грибочки Очень много грибочков Кукуруза Да, уже все помыто Все Сложно Надо только положить Сюда в эту кастрюльку И чтобы она варила Вот У нас такой Вунш-пунш Тут и тут Тут и ведьма Да 65-летняя ведьма Спасибо А зелень Наверное Потом Зелень Да, потом Что вот это За шуточки Так, ну хватит Все не надо Сразу Ты говоришь Все надо скинуть Не, не все Не все Хотя бы Лапшу Лапшу потом Добавим Потом Потом Вот эти Можно налезть А вот это Тоже Потом Да Сейчас Мечку Тов Добавим 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 Привет, друзья Друзья, значит, сегодня третий или четвёртый день моего отпуска и, к сожалению, я катался всего один раз, да. Потому что... потому что погода до сих пор слишком... ну, ветер до сих пор слишком сильный и я не могу выходить на воду. Сегодня мы приехали в другое место с моей мамой и моя мама катается. Вот, я немножко поснимал её, но я вот пришёл сейчас в местную кафешку и собираюсь немножко поработать. Хорошо, что я сегодня с собой взял ноутбук. Вчера я с собой ничего не брал и поэтому было немножко... чувствовал, как будто бы тратил время зря. Но здесь довольно приятно. Сейчас не очень сильный ветер, где я нахожусь конкретно, но у моря ветер суперсильный — десять метров в секунду. И моя мама там катает вовсю. Она большая, молодец. Вот. Да, но в целом мне нравится этот отпуск с моей мамой. Я отдыхаю, но, конечно, хотелось бы больше кататься, потому что это была моя цель. Но, к сожалению, в этом спорте очень трудно предугадать всё. Вот. Такие дела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, друзья! Извиняюсь, что уже несколько дней ничего не комментировал, не говорил. Всё дело в том, что я был вчера очень сильно болен. У меня ни с того ни с сего появилась сильная головная боль. Потом я просто... У меня, видите, горло до сих пор ещё болит. И, ну, да, в общем, чувствовал себя плохо. Вчера почти полдня лежал в кровати и не мог вставать. Но сейчас мне лучше, не переживайте, всё в порядке. Вот. Постараюсь... Сегодня мой предпоследний день. Постараюсь что-нибудь интересного вам заснять и рассказать. И, да, завтра уже еду на поезде домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Привет, друзья! В общем, последние два дня я ничего особо не делал, потому что я заболел. Так часто бывает, когда едешь на отдых, новые приключения, и, конечно, всё может идти не по плану, поэтому я заболел. Сейчас я сосу леденец. Вот. Но сегодня мой предпоследний день. Завтра я уже уезжаю на поезде назад в Хоян. И сейчас мы с мамой забежали в магазинчик, где мама мерит тысячу разных футболочек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень классное качество. И стоят копейки. Вот так она сказала. Я не большой фанат ходить по магазинам. Я заказываю себе онлайн. Один раз в три года. И больше ничего не делаю. Но если что-то мне нужно, я всегда прошу мою любимую жену, которая всегда мне всё покупает. Люблю тебя, любимая. Порクе. Ну что-то мама уже закончила, нет? Да, я закончила мерить. Динамит трёral. Закончила мерить. И сколькоher будем брать? Четыре. Четыре? И сколько это будет по деньгам примерно? Кащички. Давай. И что ты будешь... Где ты будешь носить эту футболку? На скал improv. Это спортивная. она очень приятная. эластичная и комфортная самое главное и недорогая ну все уезжаю мама что скажешь сын уезжает не хочу тебя отпускать мама не хочет отпускать сына так всегда но пора улетать из гнезда давно уже улетел давно уже улетел обратно пора улетать в мое гнездо в Хояне меня там ждут птенчики мои маленькие вот ну что отдых прошел в целом хорошо конечно не так как я планировал но в целом я думаю провели хорошее время вместе конечно не считая болезней да да я тоже надеюсь тоже надеюсь что еще увидимся еще я поучусь кататься и все будет круто вот ну всему свое время может быть это даже хорошо ты знаешь я всегда говорю что случайности не случайны так говорил великий и могучий мастер Уг Уэй из кунг-фу панда да случайности не случайны вдруг если бы я начал кататься что-нибудь случилось бы а я не покатался значит все хорошо ну ветер был очень сильный да это были определенные риски поэтому так что да всему свое время всему свое время вот сейчас закажу этот этого мотоцикл да потому что обратно еду на поезде нужно заказать граб чтобы доехать до поезда до станции она недалеко точнее не близко я думаю километров 15 наверное так далеко? да прям на другом конце города не 8 километров так что здесь пикап окей 55 стоит да сейчас смотрим если машина какая-то меня подберет или нет у них часто бывает что о нашелся водитель да окей байк или машина? нет этот байк? байк да через 5 минут должен подъехать все, малыш давай прощаемся вот я и приехал на ЖД вокзал вьетнамский сегодня первый раз поеду в спальном отсеке вьетнамского поезда то есть раньше я ездил уже на вьетнамских поездах но это были небольшие расстояния и я никогда там не спал и сегодня первый раз буду спать в поезде посмотрим как это я ездил уже в поездах в разных странах ездил естественно в России ездил в Китай в Таиланде в Индии это были самые жесткие поезда вот но я думаю что здесь будет намного лучше чем в Индии но посмотрим если дотянет до нашего отечественного уровня как вы видите станция абсолютно пустая здесь никого нету кроме местных охранников и в Вьетнаме поезда ездят только в две стороны здесь если могли видеть вот я показывал поезд едет либо в сторону Хошимина либо в сторону Ханойя все очень просто одна железная дорога лежает тебе либо влево либо вправо и все то есть не запутаешься не потеряешься Субтитры подогнал «Симон» Сейчас сделаем для вас такой поезд-тур. Вот там получается, впереди меня, там находятся сидячие вагоны. Там люди сидят. Совсем плохо. Ну, у нас уже модный, у нас купе. И мы сидим, мы уже спим. Вот, у нас получается здесь купешки. Вот, я живу в этой купешке. Вот мой номер 41. Тут я сплю. И там много народу, мои соседи. В принципе, довольно приятно, я бы сказал. Мне нравится. В вьетнамских поездах, у них нет этого. То есть, у них работают только кондиционеры. Нельзя открыть форточку. Сейчас такая погода, что можно было бы открыть, не было бы сильно жарко. Но летом, я понимаю, потому что летом очень жарко. И поэтому споры между тем, кому холодно и тем, кому жарко, тут уже давно были решены. И, я так понимаю, выживают только те, кому нравится кондиционер. Посмотрим, как сегодня ночью буду спать. Так, здесь у нас есть огнетушители, мусорное ведро, вход в другой вагон и туалет. Туалет довольно неплохой. Нормальный унитаз. И то, что у нас старый в поездах, тут прям такой нормальный, поставили унитазик. Ну, вот эта маленькая раковина, как и везде. В принципе, да, ну, довольно нормально. Только все немножко, мне кажется, маленькое. Мне кажется, потолок, вот, я вот на него пальцы додрагиваюсь, вот так вот. В несгубаемой руки. Немножко маленькое, но сделано для видовцев. Короче, не зря я йогой занимался. Потому что сейчас у меня потолок находится вот здесь. Я нахожусь на самом, самом третьем, самом верхнем уровне. В России у нас есть только два уровня в поезде. Но во Вьетнаме есть целых три уровня. Вот, поэтому ютимся, как можем. Но ничего, я думаю, я доеду, без проблем. Пока пахнет мандаринами, и это очень классно. Надеюсь, этот запах останется через всю дорогу, и никакие другие запахи не появятся. Потому что, вы знаете, люди в поездах любят доставать всякое непонятное. Вот, друзья, сейчас еду на поезде. Сейчас уже через сорок минут подъезжаю до Нангу. То есть, уже вот-вот приехал домой. И там будет встречать меня, моя любимая, на мотоцикле. На самом деле, я должен был ехать на такси. Но после нескольких бесед мы решили, что мотоцикл – это по-нашему. Да. Вот. И в целом, это была интересная поездка на поезде. Могу сказать, что с точки зрения душевности, это было довольно хорошо. Потому что, когда я зашел, я познакомился с вьетнамской семьей. Мы с ними болтали, вот, разговаривали. Это было весело. Конечно, с точки зрения удобства. Это было интересно, потому что я только что жил в отеле, в котором все было суперудобно, была супермягкая кровать. Я думал, как же я буду спать на моей кровати в родном доме. И потом, бум, я приехал сюда. И на этой супер жесткой поездной кровати я, можно сказать, проспал или промучился всю ночь. Потому что она еще короткая. Я не мог вытянуть мои ноги полностью. Поэтому, да. Я думаю, это такой, знаете, хороший баланс. Сначала я был здесь. Потом я сейчас опустился вот сюда по уровню комфорта. Не по уровню счастья. Здесь, здесь. И сейчас я вернусь домой, и я снова буду где-то здесь. Я думаю, это неплохой такой выравниватель, да. Чтобы показать, что дома-то на самом деле еще не так уж и плохо. Может быть, как в поезде. Вот. Но, да, вьетнамцы какие-то они тихие. С одной стороны, это хорошо, что никто не бухает, не орет. С другой стороны, как-то грустно. Я думал, кто-нибудь будет играть на гитаре или петь караоке в поезде. Вот это было бы весело, да. Но ничего такого тут не было. Вот. Вот. Тут было вот. С такой надедакт для качевика в этой качке. Сегодня будет петь на эту качку. Трид спула. С clarityいсылка до продажи, обычно. Качку. Прич! Бежит, здоровка, детки. В, в, в. Хрень. Субтитры сделал DimaTorzok Ты не видела меня! Что? Я не видел его! Я не потерял его! Я потерял его! Вот и всё, друзья! Спасибо большое, что посмотрели это видео! Если вы посмотрели его всё, то вы большие молодцы! Потому что это было самое длинное видео, которое я когда-либо делал на моём канале, я думаю. Если, конечно, это не подкаст или интервью, а вот именно видео, влог. Так что да, напишите в комментариях, что вы думаете о моей поездке, понравилась ли она вам, что вам не понравилось, что вы больше хотели увидеть, чтобы в следующий раз я также снимал и показывал вам. И, конечно, хочу сказать спасибо большое всем моим патронам, которые дают мне такую возможность, чтобы я мог путешествовать и снимать такие классные видео. Особенно хотел сказать спасибо Джеффу, Бирку, Елене, Джоэлу, Лиз и Джошу. Спасибо вам большое, друзья! Если вы хотите также меня поддержать на Патреоне, то вы знаете, что делать. Переходите по ссылке в описании или вот там наверху справа. Это всё на сегодня. Спасибо большое, друзья! До скорого! Учите русский! И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода